Приветствую вас. Давайте разберём наш вопрос. Ребёнку почти тринадцать курит сигареты. Меня скрывает, я могу зайти на его страницу ВК, а там есть переписки, где он хочет их купить. Сказать об этом боюсь, что читаю переписки, а тут сменить пароль, тогда вообще ничего не узнал. Как его остановить, меня это очень беспокоило. Ну, смотрите, я здесь вижу вашу тревожность, конечно же, в первую очередь. Тревожность это про такую вот потребность, если угодно, в контроле. То есть вам хочется его контролировать. Вот. Возможно? Возможно. Только возможно. Речь идёт про гиперопеку. Возможно. Я подчеркиваю. Возможно. Я не знаю, как обстоят дела на самом деле. Вот. Гиперопека. Гиперопека порождает у человека в любом случае ощущение такого вот, ну, ощущение свободы, во-первых. Ощущение, я бы сказал, не принадлежности к себе. Ощущение от того, что сам я ни на что не способен, сам я ничего не могу. Вот. К сожалению. Вот. И, в общем-то, это может вполне являться основанием для его курения. То есть вы смотрите в губ. Проблемы. Вот. Почему мой сын курит? Вот. Ну, то есть, да, курит. Верно. Почему он курит? Вот. На это, на это нужно обратить, обратить внимание. Как вы, как вы думаете? Сами. Вот. То есть, курит плохо, но почему курит? Значит, есть какие-то конфликты. Вот. У ребёнка. У ребёнка. У ребёнка. Его конфликты связаны только с родителем. То есть, если здесь конфликты, значит, делаем родителем. Вот. Значит, нужно разбираться с вашими взаимоотношениями с ребёнком. Вот. И нужно, собственно говоря, смотреть и исследовать, как вы с ним эти взаимоотношения выстраиваете. Вот. Каким образом вы выстраиваете эти взаимоотношения с ним? Вот. А что они себя представляют? Ну, вот. И дальше уже. Это корректировать, конечно же. Вот. Ну, то есть, исходя из ваших возможностей, исходя из ваших желаний и прочее, прочее, прочее. Вот. Первое, что нужно сделать, это поработать с вашими чувствами. Вот. В этом смысле. Потому что они вас... Ну, они причиняют вам страдания. Вот. Хочется обратить ваше внимание на следующее. Вы... Вы говорите, меня это беспокоит. Чем? Вы говорите, я хочу его остановить. Да? Как его остановить? То есть, ну вот, то, о чем вы говорите... По сути. По сути дела. По сути дела. Это, на мой взгляд, история про то, что вы хотите его остановить для себя. Вот. Ну, то есть, вам нужно для себя его остановить. Чтобы, ну, вам было... спокойно. Дети это очень хорошо чувствуют. Когда их пытаются вот таким образом, ну, воспитывать. Вам... Вам в первую очередь нужно признать и увидеть, что вы с ребенком устраиваете деструктивные отношения, в котором вы за ним следите. Вот. Дальше. Если вы думаете, что ваш... Ну, если вы думаете, что ваш сын не чувствует того, что между вами нет доверия, то вы ошибаетесь. Ваш ребенок знает, что доверия между вами нет. Вот. Что делают сигареты? Снимают напряжение. Значит, ваш ребенок от чего-то... чувствует напряжение... И вас это интересует? От чего ваш ребенок может чувствовать напряжение? Вас это волнует, от чего, что может напрягать вашего ребёнка. Или вас волнует только то, чтобы он что-то бросил, что вы считаете плохим. Вот. Кстати, не самый плохим, потому что электронная сигарета – это не сигарета обычно и так далее. Что я могу сказать, могу сказать, что, значит, вот, потребность такая в курении, да, потребность, курение, эта история про потребность в любви. То есть, вполне вероятно, что ваш сын нуждает в принятии. Он этого принятия не чувствует и вот компенсирует это вот так. Таким образом. Вот. Поэтому, первое – это, значит, вам нужно работать со своими конфликтами. Вот. здоровые, конструктивные отношения с ребёнком. Вот. И третье – это вот смотреть, что с ним происходит, вообще, интересоваться им его жизнью вместо контроля. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. что это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Спасибо. Спасибо.